Парни, привет! У нас очередное знакомство с новичками. Сегодня у нас два соседа по комнате. Дима Бородин, Женя Шикавка. Здравствуйте. Привет. Как живется вместе? Рассказывайте. Это вы и все трудности, всю правду. Друг другу не мешают. Хорошо, что уже все части этого агента 007 закончились. А на турецком хорошие фильмы не показывают. Так что смотреть нечего теперь. Собирались мы с вами поговорить еще два дня назад, но так получилось, что вечерние тренировки совсем были такие нагрузочные. Ну, да, приличная была нагрузка, в принципе. Но после Сочи уже, в принципе, такой беговой работы нету с мячами, поэтому это гораздо приятнее. Что скажет Дмитрий? После Сочи Женниска было легче, но мне, в принципе, какие-то тренировки, скоростные, силовые особенно тяжело даются. И поэтому очень энерго с золотратами они вышли. Вчера играли серии один в один, но против кого было играть тяжелее всего? Вот, каждому из вас. Против бороды? Да я не могу кого-то выжить. Вся команда сильная у вас. Вся команда сильная. Никто не дает свадьбу. Давайте начнем с самого начала, наверное. Женя, ты по старшинству. Когда тебе предложили вариант вернуться в Беларусь, Минска, Динамо, насколько тяжело было принять решение и все-таки вернуться в чемпионат наш? Потому что ты один из немногих людей, которые уехали в Европу за последние годы из нашего родного чемпионата. Ну, там, получается, находился в Греции, тренировался, но уже, как бы, шло дело к расторжению контракта. В общем, там, не давали тренироваться. Ну, тренировался по индивидуальной программе, по каким причинам вообще не объясняли. То есть, сезон, откровенно говоря, вообще получился ужасным. Но надо было как-то тоже двигаться дальше. Агент искал варианты. Ну, как бы, были разные, скажем так, разговоры. Но были только разговоры. А вот с Динамо, как бы, конкретно вышли. Ну, обдумал, как бы, и считаю, что это хорошая вообще команда, и с которой можно добиваться максимальных целей. Поэтому и принял решение приехать сюда, вернуться. Дима, что насчет тебя? Ясну предположить, что игрок первой лиги, когда вдруг получает предложение от такого клуба, от Минска и Динамо, у него, наверное, удивление такое легкое возникает, как минимум. Ну, да, я, в принципе, особых вариантов у меня не было. Мне предлагали контракт с увлечивающих ног, и я взял время на раздуме. И получилось так, что позвонили из Минска и Динамо. Я практически не думал, я сразу же сказал, я готов, я только за. Все, так и оказался здесь. Испытание первой лиги для тебя прошло более чем успешно, скорее всего, если все-таки наш клуб обратил на тебя внимание, как считаешь. Насколько удалось заматерить вот именно среди вот такого мужицкого футбола, как у нас любят называть его? Ну, я бы сказал так. Лично для меня сезон получился не очень хорошим в игровом плане. Много там было проблем таких, связанных и не с футболом, и с футболом. Женя, как скажешь, на твой взгляд, какой самый положительный опыт, который ты приобрел из побывки в Греции? Я думаю, что, наверное, больше в плане психологии чего-то, когда ты там находишься, как бы там другая среда, тебе все непривычно, как бы, но несмотря на это тебе нужно показывать результат. Я уверен, что больше сейчас в психологическом плане стало как бы сильнее. Тут не может быть никаких проблем по Динамо, там, в плане тренировок, там, экипировка, что-то еще, какие-то проблемы там в общении. Ничего, тебе нужно только в сезоне показать результат. В этом году, в этом сезоне мы постарались максимально креативно представлять всех новичков. С вами вообще получились классные темы. Какой был отзыв вот среди ваших друзей, товарищей, семьи, может быть? Ну, все, как бы, посмотрели, когда сказали, что это прикольно было. То есть, это было интересно, а не просто как-то банально, скажем так, представление. Плюс, тем более, что связано... Прошлая команда была с таким, скажем, женским именем, а там это называется город. То это, почему бы так не соединить все вместе, не продумать. Большой респект, скажем так, вам за это. Дима, что по поводу тебя? Подкалывали много, ну, в хорошем плане, конечно. До сих пор Макс Плотников может идти на тренировку. Да ладно, серьезно? Да, конечно. Как начнет, мы подписали по РДинаму. Только смех. Женю, в твоей карьере было несколько матчей против Минского Динамо. Наверное, самый крутой был твой самый первый матч. Правильно? Каким он для тебя запомнился? Какими были игры для тебя против нашей команды? Ну, когда играл против Минского Динамо, естественно, понимал, что это один из лучших белорусских клубов, когда ты попадешь против таких команд. Все равно подсознательно ты немного больше отдаешь, скажем так, как себя в этой игре, потому что ты понимаешь, что соперники тоже более квалифицированные. А то, что первая игра, ну, и как бы она и показала, что, в принципе, иногда, когда мастерства побольше, то все равно можно переиграть эту команду, в принципе, за счет организации. Ну, в этой игре ты заставил обратить многих на себя внимание, да, шанс понять, что, возможно, этот парень скоро пригодится Минского Динамо. Да, я тогда со скамейки запасных начинал. Но, не знаю, это, я не думаю, что это только эта игра. Дима, ты сыграл один матч против Минского Динамо, это была игра на главной арене страны, ты выходил на замену. Расскажи, с какими ты мыслями ходил по полю все-таки? Такой огромный стадион, возможно, давление какое-то психологическое было. Ну, в принципе, когда уже подъезжаешь, ну, для меня это было впервые. Мы, когда подъезжали к стадиону, заезжали на стадион Динамо, я, в принципе, первый раз оказался на нем. Когда ты потом выходишь на поле, я не знаю, у тебя только самые крутые чувства. Была боязнь, ну, не боязнь, а волнение небольшое. Но, когда выходишь, там, спец, ну, это банально, с первым касанием мяча это все проходит. Ну, и для меня особо не... Я только могу с хорошей стороны вспомнить тот матч, то, что я сыграл против такого соперника и на таком стадионе. А результат, конечно, оставлял желать лучшего. Ну, и тогда, конечно, Динамо и Смолевич на разном уровне были. Тяжело что-то по игре было показать. Ну, вообще, как команда? Банальный вопрос, который задаем всем. Ну, вот, надо сказать правду. Ответ, отлично все. Много новых игроков. Время идет уже, все друг к другу притираются. Это можно сравнить, как было в начале. Что так, общение такое более, скажем, обычное. Ты, ну, меньше, скажем так, общаешься с другими ребятами. А сейчас можно посмотреть. Мне кажется, уже все друг с другом отлично общаются. Это есть, когда команда становится ближе, ближе. И, как бы, к чемпионату желательно уже выйти, скажем так, на идеальное взаимопонимание, чтобы в сезон не идти как единое целое. Потому что хороший коллектив – это залог успеха, правильно? Да. Как сборы? Хотелось бы подробнее про товарищеские матчи, особенно вот про два последних, которых мы сыграли. Динамо Москва и Зенит. Это, возможно, наверное, один из самых памятных матчей в ваших карьерах. Плюс не предположить. Дмитрий, начнем с тебя. Есть у тебя крутая фотография с Малкомом. Каково было играть против его? Расскажи всю правду. Конечно, когда с такими командами играешь, особенно настраиваешься. Тяжело было. Но на такие игры, такие игры нужны. И в таких играх с такими сильными соперниками понимаешь, чего стоишь ты, над чем тебе надо работать, чего тебе не хватает. И просто всегда приятно. Для меня это было впервые с такими командами играешь, с такими футболистами. То есть это приятно. Это круто. Ты сыграл против топовых защитников, не побоюсь этого слова. А сколько тяжело было? Ну, конечно, не просто было. В принципе, уровень российской премьер-лиги выше, чем наш. Защитники, естественно, более квалифицированные. И как бы в таких мелочах все это видно, когда там вовремя там сыграют в корпус себе, когда, чтобы сбить немного. Ну, во всех деталях, скажем так. Но к этому надо стремиться, к этому надо идти. Естественно, все были немного под разными нагрузками. У них начинается чемпионат через буквально вот сейчас. Как бы у нас еще есть время. Но я не думаю, что они бы прям так, как Динамо, например, выиграл нас 4-0. И это какой-то прям показатель. Я думаю, что был бы этот чемпионат, когда команда более квалифицированная, мы бы намного больше бы настраивались в плане желания, в плане самоотдачи, единоборства. И это был бы другой результат, я так думаю. Завершается наш сбор. У нас впереди осталось два контрольных матча против Волыни, против Спартака. Насколько вот вообще вымотаны, выхолочены эмоционально. И вот как вот тяжело будет, например, собраться на последнем матче, чтобы показать, например, какой-то свой максимум. Да, никаких проблем, я думаю. Должны выходить на каждую игру, пытаться показать свой максимум. Товарищеско, тем более уже, скажем, чемпионат близится, когда нужно уже выходить на свои максимальные кондиции, на максимальные возможности. Поэтому надо доставать из себя максимум постоянно. Понятно, что в концу сбора, особенно конец предсезонки, уже получается у нас накопилась какая-то усталость. Но нельзя так сказать, что где находить силы и выходить на игры. В любом случае, ты должен на каждую игру настраиваться и должен выходить и показывать свой максимум. Потому что ты должен доказывать и прогрессировать. И только на максимуме, когда ты работаешь в игру, ты прогрессируешь. Играя в Минске, товарищеский матч против Витебска, на матч пришло порядка 150 человек. Несмотря на то, что далеко не центр города и товарищеский матч, холодно было. Ощутили то, что все-таки в Минске-Динамо болельщиков много и люди переживают за эту команду. Конечно же, Минске-Динамо это клуб с историей. Про это все прекрасно понимают. Естественно, что болельщики ждут хорошей игры, ждут результата. То есть, за счет истории только не будет болельщик ходить на игру. Это нужно показывать на поле. Не будет болельщик приходить и думать, вот там, Динамо когда-то выиграла. нужно своей игрой стараться заслужить именно любой болельщиков. Мы постараемся всей командой сделать.